Центр искусств в Монреале – один из самых крупных в мире культурных комплексов. Именно здесь балетный коллектив Пермского оперного представил спектакль «Лебединое озеро». Эту постановку создала больше десяти лет назад известная балерина и хореограф-эмигрантка Наталья Макарова. Всего наши артисты показали шесть спектаклей. Совместно с оркестром Монреальского театра «Легран Балека Надьен», дирижировал которым пермский маэстро Валерий Платонов. Балет посмотрели в общей сложности 18 тысяч зрителей. Каждый вечер в зале был аншлаг. Пермский коллектив оказался в центре пристального внимания журналистов и театральных критиков. Было много интервью телеканалам, газетам, интернет-СМИ. Онлайн-журнал «Монреаль Блог» включил «Пермское лебединое озеро» в список лучших постановок, которые нужно посмотреть в этом году. В многочисленных статьях авторы отмечали артистизм, эмоциональность, техническую точность в выступлениях солистов и кардебалета. Этот балет услада для глаз. Те из вас, кто будет иметь возможность увидеть его, должны считать себя везучими. В наши дни редко увидишь традиционный классический балет. Ведь в современном танцевальном мире, в моде смешанные стили хореографии, классический балет является превосходным средством, чтобы выразить самые нежные и высокие устремления человеческой души. Нас просили дать еще два дополнительных спектакля, но здесь уже был отказ однозначный, потому что есть какие-то технологии производства. Но это действительно были такие триумфальные гастроли, потому что, так скажем, Канада не очень дружелюбно настроена, но, в принципе, это так можно назвать таким филиалом Америки. Поэтому риторика у них политическая не очень дружелюбная. Вот поэтому искусство, и в частности балет, оно как раз и для того, и свою миссию, можно сказать, выполнил. По словам Алексея Мирошниченко, это первые крупные канадские гастроли пермского балета. И они могут стать воротами для будущих творческих туров по Северной и Южной Америке. А впереди у наших артистов не менее серьезная высота. Через несколько дней им предстоит выступать на международном фестивале «Дэнс Оупен», который состоится в Санкт-Петербурге. Там покажут недавнюю премьеру – балетную драму «Золушка». Я рад, что после премьеры «Дома» первый город и фестиваль, куда есть «Золушка» – это как раз «Дэнс Оупен». Потому что это фестиваль высочайшего уровня, репутации. На этом фестивале нет жестких жанровых рамок. Это своего рода парад новых веяний в хореографии. Участвуют в «Дэнс Оупен» лучшие балетные коллективы мира. Юлия Языкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей.